Развитие системы образования – важная часть рейтинга 45, по которому регион оценивает работу муниципалитета в целом. В прошлом году в Одинцовском округе была проведена серьезная работа по созданию образовательных комплексов. По этому показателю он стал лидером по области. Из-за более чем 157 юридических лиц было на 1 января 2021 года, и на 1 января 2022 года муниципальная система составляет 42 юридических лица системы образования. Это 32 образовательных комплекса, 5 школ, 1 коллекционный детский сад и 4 учреждения доп. образования. Заслуженное первое место округ занял по реализации программы губернатора «Полисадики». В 2021 году группы по присмотру и уходу за детьми были открыты в Одинцове и Звенигороде для почти 800 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. К 1 сентября открыли три образовательных учреждения – детсад в Раздорах, дошкольное отделение и новый корпус третьей Одинцовской школы на улице Ракейчиков. В 47 учреждениях системы образования были проведены ремонтные работы. Для общего пользования спортивной инфраструктурой в округе открыто 5 школьных стадионов. Эта работа продолжится и в 2022 году. Планируется сделать доступными для жителей еще 16 таких стадионов. О высоком качестве образования в округе говорят достижения самих школьников. Результаты заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников тоже в этом году дали положительный эффект для деятельности и для результатов всего Одинцовского городского округа. У нас стало 28 участников, из них один победитель и семь призеров. При этом в региональном этапе Олимпиады приняли участие 639 школьников. Из них 51 стал победителем, 212 – призерами. Улучшились и результаты государственной итоговой аттестации. 48 выпускников сдали экзамены на 100 баллов. Есть два мультибальника и 410 медалистов. А пять образовательных учреждений округа вошли в топ-100 школ Подмосковья. И такую высокую планку школы планируют поддерживать и в дальнейшем.